В эфире новости на Аризонт ТВ в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях дня к этому часу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы продолжим моментально реагировать столько раз, сколько будет необходимо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Уточнив, что парламент обязан адаптировать законодательство в соответствии с вынесенным решением. Поэтому депутаты дополняют кодекс о выборах новыми положениями, которые адаптируют его в соответствии с соображениями суда, добавил Гроссу. Решение парламента будет отправлено позже международным партнерам, поскольку сейчас на это нет времени из-за приближения даты голосования, уточнил спикер. По словам председателя парламента будут установлены критерии, ограничивающие право быть избранным, которые в основном будут касаться тех аспектов, прямо вытекающих из решения КС о признании неконституционности партии ШОР. Преступные группировки угрожают национальной безопасности и процессу свободных и корректных выборов, заявил Игорь Гроссу. Таким образом, ограничения на право баллотироваться на местных выборах 5 ноября коснутся лиц, которых нельзя допустить в качестве электоральных конкурентов. Речь идет о лицах, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, упомянутых судом в качестве аргумента при признании партии неконституционной, в непосредственном совершении действий, ставших доводами в решении суда о признании партии неконституционной, о лицах, снятых с предыдущих выборов из-за умышленного нарушения принципа о незаконном финансировании или попавших под международные санкции, указанные в решении Конституционного суда. Эти положения станут возможны на основании постановления Комиссии по чрезвычайным ситуациям, утвержденного утром 4 октября, уточнил Гроссу. Кроме того, закон, дополняющий Кодекс о выборах, будет предусматривать в том числе возможность оспаривания административных решений о применении соответствующих ограничений, говорит Гроссу. Данные решения электоральных органов можно обжаловать в апелляционной палате Кишинева в течение одного дня со дня принятия постановления. Эти положения уже вступили в силу решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 4 октября, а избирательные органы обязаны уже с этого момента подчиниться новым положениям. На вопрос, запрашивалась ли экспертиза Венецианской комиссии до утверждения новых положений Кодекса о выборах, Гроссу ответил, что это будет сделано после одобрения поправок, внесенных в среду парламентом. Очевидно, что мы отправим и нашим международным партнерам соответствующими пояснениями. Предвыборная кампания начинается 6 числа, поэтому мы не можем позволить себе роскошь несколько месяцев тратить на консультации, дебаты и так далее. Ситуация чрезвычайная. Мы отправили международным партнерам. 3 октября Конституционный суд постановил, что члены объявленной запрещенной партии ШОР могут баллотироваться. Суд признал неконституционной внесенную депутатами ПДС поправку в Кодекс о выборах, согласно которой представители политических партий, признанных неконституционными, не имеют права быть избранными на срок от 3 до 5 лет. Решение КС является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу в день утверждения, говорилось в постановлении судей. Как и обещал Игорь Гросс, депутаты ПДС приняли в первом чтении изменения в избирательный кодекс, которые запрещают право баллотироваться некоторым членам формирования, признанного неконституционным. В парламенте был объявлен перерыв, а после обеда этот законопроект, инициированный ПДС, может быть принят в окончательном чтении. Подробнее об этом мы расскажем в следующих выпусках. Сотрудники правоохранительных органов в масках ночью провели обыски в домах нескольких активистов и местных лидеров партии «Шанс» и «Ренаш телевозрождение». Информацию обнародовали оба этих политических формирования, осудив эти действия. Наш телеканал попытался получить подтверждение в прокуратуре по борьбе с коррупцией, но на наши звонки там не ответили. В то же время для ряда новостных порталов со стороны этого учреждения подтверждение было сделано. Как сообщается в пресс-релизе партии «Шанс», сегодня ночью в домах членов и сторонников политформирования из нескольких районов страны провели обыски. Это произошло спустя буквально пару часов после того, как Конституционный суд признал неконституционным принятый парламентским большинством закон, запрещающий участие в выборах лидеров, а также лид, занимавших выборные должности от запрещенной партии «Шор». Об этом сообщил председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу. Он назвал эти действия недопустимыми для страны, которая готовится к евроинтеграции. И в партии «Ренаш Теревозрождение» сообщили об обысках у своих активистов и местных лидеров севера страны. В заявлении формирования говорится, что очередная волна обысков указывает ни на что иное, что власть нас боится. Такому беспрецедентному давлению не подвергалась ни одна оппозиционная партия. Нас пытаются выбить из предвыборной гонки, потому что наша партия представляет реальную угрозу Майи Санду и ПДС. Нас это не остановит. Мы продолжим бороться за возрождение Молдовы без ПДС, говорится в сообщении политформирования. Прокуратура по борьбе с коррупцией подтвердила порталом Агора и Ньюсмейкер информацию о проведении обыска в двух политических формированиях, но не сообщила подробности. Наш телеканал обратился за реакцией на заявление партии к этому учреждению в администрацию президента и партию Действий Солидарность. Однако ответ к этому моменту пока не получен. Комментируя ранее для Аризон ТВ обвинения представителей партии Шанс и Рина Штеревозрождения в адрес власти в давлении на оппозицию, пресс-секретарь парламентской фракции Действий Солидарность Адриана Власт назвала их нелепыми. Она подчеркнула, что ПДС решительно осуждает такие явления, как коррупция, отмывание денег, незаконное финансирование политических партий и ожидает окончательного решения по всем инициированным делам. Кроме того, представители власти неоднократно отрицали какое-либо вмешательство в деятельность правоохранителей и органов юстиции. А генпрокуратура, генеральный инспектор от полиции и другие силовые и правоохранительные структуры ранее заявляли, что в своей работе руководствуется только буквой закона. Ранее глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Вероника Драголин заявила о том, что причастность арестованных депутатов Александра Нестеровского и Ирины Лазован из партии «Наш-3 возрождения» к преступным деяниям подтверждена, в том числе с помощью записи телефонных переговоров. Депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лазован проходят подозреваемыми в делах о пассивной коррупции, участии в финансировании партии, организованной преступной группой и отмывании денег в особо крупных размерах. Их лишили иммунитета и сначала задержали на 72 часа, а затем арестовали. Решением Кишиневского суда сектора Чикана Александр Нестеровский был помещен под арест на 30 суток в пенитенциарное учреждение, а Ирина Лазован под домашний арест на такой же срок. Оба депутата отвергают предъявленные им обвинения. Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявляет, что один из молдавских банков отказывается открывать банковский счет для того, чтобы возглавляемое им политическое формирование могло участвовать в выборах. Речь идет о коммерцбанку, точнил Лунгу на пресс-конференции, отметив, что подобное происходит несмотря на решение суда в пользу партии, а также решение судебного пристава, который обязывает руководителя финансового учреждения открыть банковский счет. Председатель партии «Шанс» сказал, что одной из причин, по которой представители коммерцбанк не открыли счет, они назвали отсутствие информационной системы. Мы попытались получить комментарий у руководства коммерцбанка, но его представители пообещали нам ответить позже. По словам Лунгу, юристы партии «Шанс» обратились в Генеральную прокуратуру, осудив действия управляющего коммерцбанка, который политик квалифицирует как незаконное. Подробнее об этом мы расскажем в наших следующих выпусках. Наши корреспонденты постараются получить комментарии у директора коммерцбанка Александру Раду и у Генеральной прокуратуры. В сентябре число молдаван, заразившихся новым коронавирусом, достигло 3144 человек. Это в 6 раз больше, чем в августе, когда заболели 522 человека. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья. При этом в сентябре от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 человека. В сентябре увеличилось число граждан, заразившихся COVID-19. Однако в последнюю неделю этого месяца число заболевших стало снижаться. Также несколько снизился и процент положительных тестов на коронавирус, проведенных в этот период. По данным Национального агентства общественного здоровья, в сентябре тестирования на COVID-19 прошли 41 тысяча человек. За последнюю неделю, с 25 сентября по 1 октября, в общей сложности было зарегистрировано 839 случаев заболевания COVID-19. Это на 15,6% меньше, чем на предыдущей неделе. Что касается процента положительных проб, то за последнюю неделю у нас был показатель 7,27%. Меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда он составлял 7,86%. При этом уровень заражения среди детей до 14 лет в сентябре составил 444 случая, тогда как в августе коронавирусом заболели 64 ребёнка. В связи с этим, НАОС предупреждает, что с учётом начала сезона гриппа и формирования групп детей в дошкольных и образовательных учреждениях, необходимо соблюдать правила гигиены, требования проветривать закрытые помещения и другие рекомендации. Мы рекомендуем населению вакцинироваться как против COVID-19, так и против гриппа. Также соблюдать дистанцию, мыть руки с мылом, не кашлять рядом с другими людьми, следить за респираторной гигиеной, избегать скопления людей. Тем временем в Румынии специалисты говорят о новой волне коронавируса в связи с резким ростом случаев заражения COVID-19. По данным румынского Минздрава, на прошлой неделе зарегистрировано 13 165 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что вывело Румынию на первое место в Европе и третье место в мире по количеству заражений COVID-19 в очередном витке этой болезни. На общеевропейском уровне данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о снижении числа новых случаев заболевания на 14,8%. Во всем мире с начала пандемии в 2020 году от COVID-19 скончались порядка 7 миллионов человек. Из них более 12 тысяч в Республике Молдова. Двое граждан Молдовы задержаны за незаконное изготовление банковских карт для банкоматов в странах Евросоюза, а также за продажу устройства для подделки карт. До операции по задержанию прокуроры совместно с сотрудниками Управления по расследованию экономических преступлений и следили за встречами и общением подозреваемых, после чего в Кишиневе провели более 10 обысков, в том числе в так называемых мастерских, домах и автомобилях. Правоохранители изъяли около 100 банковских карточек. При этом из цеха были изъяты скрытые видеокамеры, которые в замаскированном виде устанавливались в банкоматы. Кроме того, у двоих задержанных были изъяты компьютеры и более 450 тысяч шлеев. Ранее оба мужчины привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Подробнее об этом и многом другом в наших вечерних выпусках новостей не пропустите. В студии была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. Удачного дня в продолжении и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!